Так, экскурсия по собственному саду. Фильм за номером два. Перед этим в фильме за номером раз я рассказывал о колновидных яблонях и корневых отводках, которые сдерживают их рост. А вот это вот небольшой сюжет. Смотрите, это мое любимое занятие. Вот видите, здесь груша. Сейчас посмотрю, осталась хоть одна, нет? А вчера собирали, собирали, собирали. Вот, это груша лада. Ой нет, боже, как бы не опозориться. Вчера несколько собрали, но до чего бывает похоже. Сейчас люблю точность. Лесная красавица. Вот. А чего тогда рано упало? А, вот-вот-вот-вот. Мне кажется, это ошибка. А, не-у-у-у. Так, это что у меня? Так. Ага, вот она. Лесная красавица. Видите? Вот смотрите. Они одна из самых крупноплодных у меня. Вот сейчас она тянет и скоро будет 300 грамм. Может, она осенняя. Если еще месяц пройдет, то будет 400. А на ней, на этой лесной красавице, у меня привито еще один. Прям так и называется. Гигант Подмосковья. Внимание. Барабанная дробь. Размер уже сейчас. Смотрите. Видите? Это уже тянет на 350-400 грамм. И есть еще месяц. А, месяц не повисит. Потому что с этой же ветки упало. Вот. Пожалуйста. Гигант Подмосковья. Ну, что делать? Дело в том, что я должен как-то это прокомментировать. Итак. Смотрите. Казалось бы, прививочка так себе. Да? Вот она. Вот. Вот берочка. На берочке написано. Гигант Подмосковья. И вот эта, казалось бы, тоненькая веточка дала вот эти вот. Вот второй плод мощный. Вот он. Его плохо видно. Как бы до него добраться. Вот он. Второй плод. Первый плод. И упал третий. Вот этот. Вот. И, естественно, все это подвязано здесь. Здесь. Почему? Потому что просто бы давно уже бы рухнуло. О, упало что-то. Слышали? Ага. Ну-ка, ну-ка. А, вон она. Последняя слива. Вот. А у меня какие-то странные эти. А, нет. Во-во-во-во. И вот она упала. Сейчас же мы тут не видели ее. Ладно. Тогда так получается. Как будто деревья ко мне прислушиваются. Почему? Когда я подошел, подумал, буду снимать, но пошел снимать колновидки. Здесь не лежало ни вот это, не лежало ни вот та не лежало. Я никогда не срываю такие вещи. Почему? Я боюсь искалечить плодовую... Плодушку, просто говоря. Вот. А сейчас, смотрите. Вот эта вернулся уже лежала. А та вот сейчас на наших глазах упала. Теперь. Даже слышен был стук. Почему так случилось? А, объясняю, почему так случилось. Потому что они живые и, по-моему, прислушиваются. Вот. Но, на самом деле, этот, ладно, это летний сорт, а этот самый, лесная красавица, это осенний сорт из Бельгии. Ей падать рано. Теперь. Самое главное для чего? Обратите внимание. Прививки всего, правильно, второй год. Вот. На второй год она взяла и засвела, и дала плоды. Вот. А принято считать. А это дерево, ну, не то, что взрослое, но плодоносящее. Вот же я вам показываю только сейчас. Вот. Через эту листу, видите? Вон они. Вон они, плоды. Через листу, видите? Вот. Но плодоносящее. То есть самому дереву примерно 5 лет. 4-5 лет. Приросты мощные, смотрите. Вон полутораметровые. И вот и так каждый год. Получается ему не более 4-5 лет. К чему я говорю? На второй год я вижу результат своих трудов. У меня на самом деле, вот и есть это, это и есть гигант Подмосковья. Мощная вещь. Вот у меня взрослое дерево на том участке, на нем их много. И такое же взрослое дерево у Чернобаева, которому я поделился веточкой. И так мы получаем, это, просто прививка на всякий случай, для подстраховки. Вдруг бы это дерево погибло. Когда с них берешь ветки, вот, они начинают болеть. Вот это что есть, то есть. Вот, ну, второй год плодоношения, это значит, что мой метод на взрослое дерево прививаешь, получаешь быстрый урожай. Хотя очень серьезно люди писали, что урожая не дождешься. Вот это я прокомментировал. И, наверное, это будет фильм за номером 2. Продолжение следует...